если вы еще не чувствуете мы в принципе уже за хвост можем если только поймать момент творчества у нас все ушло чисто в математическую какую-то работу перманентный макияж это создание образа к вам клиент приходит клиентка и говорит подберите мне форме я хочу чтобы вы мне и подобрали а как мастер будет подбирать если у него только один ориентир на моду на тренд вообще стиль это такое дело которое говорит о каком-то комплексе да то есть стиль это не только вот одна бровь там нарисованная по моде да это в принципе соответствие человека и по прическе и по манере одеваться и наносить макияж да то есть это вот как говорится картинка вписалась и когда мы говорим о таком понятие как я уже внесла это понятие начала это как бы раскручивать и разные комментарии пошли и в общем как говорится процесс пошел мы начали общаться и кто-то пишет ну вот как вы так вот как бы пишите вот все таки лицо не в тренде это как бы немножко обидно для вашей модели я говорю ну с моделью в этом мы разберемся она была участницей прямого эфира где я рассказывал объясняла почему мы делаем ей тонкую бровь и на все это слышала вот а так как я объясняю очень хорошо мне трудно не поверить но как бы к тому что она точно понимала почему я делаю ей эту бровь и почему я все это комментирую из предыдущего моего эфира где я рассказывала собственно о технике да где я работала иглой и тройкой но там я работала именно по форме тонкой и я теперь эту тонкую бровь стала называть ретро бровь вот этих вот особенностей стилистик бровей как вообще на какие вообще нужно ориентиры опираться как человеку нужно подбирать ту самую бровь которая вроде как бы на его лице будет смотреться красиво органично натурально как своя да то есть профессионально подобранные образ вы помните когда раньше не было у нас этих вот архитектур броу дизайна и всего остального было такое желание у клиентов я работала тогда 2002 3 4 5 6 год и я очень много работала именно рисовала краской брови для того чтобы они на коже оставались рисовала формы вот рисовала кстати вот стоит моя кисть вот похоже кистью это вот моя вторая уже кисть вот такой кистью рисовала брови только у меня она была немножко другой но очень сильно похоже я рисовала форму отрисовывала она как специально на кожу выкладывал краску тогда не было вообще этих технологий окрашивания хной ну вот я именно так тогда и работала как-то интуитивно видно вот я это создавала и мне клиенты говорили я хочу чтобы вы мне подобрали форму я хочу чтобы вы мне ее подобрали и вот знаете я сейчас четко вижу что тема подбирать форму в плане именно вот открытых витрин нашей работы да это наш инстаграмм наша витрина на витрине мы видим что мы видим пестрящие красивые формы о чем мы начали говорить с вами вчера буквально да и в общем то это однотипные формы да это просто тренд мода вот модно вот такую форму в общем все давайте ее делать но мы уже с вами говорили о том что она может человеку не идти а как быть вот тут смотреть на человека говорить о вот я вас вижу вот так там я вас вижу вот так то есть у нас вот вы понимаете у нас эта часть работы она ушла куда-то вообще в какой-то автоматизм борьбу сначала научиться рисовать их ровно а потом когда научились рисовать ровно тогда уже просто вот там там эскиз за пять минут эскиз за 10 минут я вас научу архитектура все палочки линии там все соединили вот вам бровь но это же все один и тот же принцип работы 1 и та же бровь вот и видно что у нас очень ущемленная эта страна почему она так ущемлена потому что весь фокус ушел больше в маркетинг продажи самого как бы уже продукта до непосредственно самой процедуры чтобы процедур можно было делать как можно дешевле да то есть экономичный расход машинок там расходников краску подешевле то есть вот этот вал у нас сильно сейчас набрался что все стало как бы подешевле конкуренция очень сильно выросла то есть творчество как бы уходит несколько совсем назад его создание образа как такового уже почти нигде нет то есть это то что транслируется вот но в основном на массы да все почему-то ориентируются на тренды вот нужно на трендовую бровь сделать но человек уйдет если это трендовый бровь прекрасно если она не идет то все ну как бы до свидания я вам делал другого не буду ну или еще что то окей давайте посмотрим вот у нас есть разные варианты лиц там например возьмем вот эту девочку да я сейчас открываю комментарий точнее выключаю на минутку чтобы вы могли посмотреть на лицо и у нас с вами вот такое лицо давайте я вам расскажу что думаю я во первых обратите внимание на ее как это будет правильно генотип до генетически у нее видно очень густые волоски бровей сейчас у меня сядет телефон если я не пойду за зарядкой то эфира не будет ну ладно я сейчас вот это да скажу может быть мне кто-нибудь принесет зарядку никто не сможешь привести зарядку если кто-то меня слышит ладно у нее густые волоски в нее видно свои по природе длинные густые ресницы и волосы тоже у нее под шерсток вот тут вот растет то есть видно что девушка по природе своей у нее такой тип ей однозначно можно нарисовать густые широкие формы причесать а шнура тоже нет это причесать уложить щеточкой сделать что угодно и сейчас это модно но вот например пришла бы она в другое время в другую моду мы бы убрали ей вот здесь вот головки да помните раньше убрали вот здесь почему убрали потому что а у нее ее спасает только тренд только то что это сейчас вот этот немножко такой полумужской кич немножко такой грубоватый стиль да на маленьком лице такие вот буст густые брови и широкие и вот это вот на переносице у нее заросшие на половину переносица раньше этого вообще не было я например себе такого никогда не позволю я вот свою переносицу берегу чтобы она у меня открытая было потому что я не могу себе представить что если у меня вот сюда были сведены как это часто близко сводит в тренде брови они часто сведенные ближе как можно ее оправдать вот у нее сами по себе брови такие по природе их не надо по моде ей придумывать правильно у нее они просто так растут и если она попадает еще плюсом и в тренд в моду то прекрасно можно ей создавать трендовые брови давайте возьмем другой пример какой же другой пример какой но вот такой например посмотрите вот здесь нарисованы те же самые близко сведенные брови тонкие да и вообще как я говорю вот пропорция уведена до элементарно все знает вот это начало да и вот тут уведено вот если смотреть на вообще на человеческую анатомию человеческое вообще женское лицо то можно определить что у нее в принципе естественно перебор у него суда у сведено и все это в виде палочек то есть как можно сказать это никакой моде отношений конечно не имеет даже если бы они у нее были в стиле каких-нибудь тенденций давних то ни в одной тенденции здесь не вписывается вообще никак то есть здесь просто неправильно созданное чисто анатомически но вроде как бы здесь восточный стиль какой-то она там в платке я не знаю ли она восточном стиле то в итоге спасибо получается что может быть даже она какой-то восточный образ передает то есть это ее внешний образ который цельный да но она естественно с такими бровями будет не в тренде вот она придет к вам вот такая клиентка и скажет я хочу себе вот такие брови только в виде татуажа потому что я все время карандашом рисую а вы мне сделать их в виде татуажа это момент еще например вы можете уточнить там вы давно так ходите да там она скажет да я уже так всегда хожу и здесь два момента либо вы умеете говорить общаться с вашим клиентом доносить до него либо вы не умеете да потому что здесь момент такой что во первых она не привыкнет к себе если вы сегодня же ей переделайте брови что делать вот с таким лицом чтобы вы стали делать я рекомендую во первых вы с первое выстраивать доверие вот если она к вам пришла во первых нужно оценить ее положительные стороны сказать девушка там татьяна например у вас очень красивые глаза у вас правильные черты лица если мы постепенно будем вас выводить на другой образ да может быть не надо концентрироваться на том что ваши брови неправильные надо их срочно поменять так ходить нельзя это не и засыпать засыпать ее засыпать чтобы она вообще там головы не показывал как ей стало бы стыдно что она не соответствует никаким нормативам и вы как мастер над ней как гора остаетесь и даете ей вот эти диагнозы да я сейчас включу комментарии вдруг вам если есть что сказать но продолжу вот это вот эти ее глаза можно обыграть и нужно ей сказать что я вижу такой ход событий вот она пришла к вам быть к ней с любовью вы к ней как творческий человек забудьте вы о своих планах перевыполненных я не знаю часах там записи какие-то не записи вам нужно вот сделать бровь и прям вот попасть вообще вот в тренд в моду я бы выстроила стратегию я бы сказал вообще для вас для каждого из вас из нас и я то в том числе вот такой человек это просто самородок достать такую клиентку с которой бы поработать до психологически а потом поменяя ей образ через какое-то время предоставить две работы преображение потому что есть клиенты которые соглашаются на такое преображение да а есть который приходит вот с таким примером она говорит вы что я с института так себе брови рисую и уж вы меня простите извините я это я я себя такую люблю но и все и ваш контакт потерян вы в принципе потеряли возможность сделать супер мега крутой кейс до кейс это то есть какая-то история да то есть виде выведенная с нуля до какого-то результата кейс ну вот я вам рекомендую создавайте по возможности себе кейсы вот эти самые кейсы которые бы могли быть интересны другим вашим клиентам они посмотрят скажет вот она интересно очень работает я вот к ней хочу попасть она делает такие интересные работы преображения на меняет эти брови вот переводит из такого стиля в другой я вот видел несколько ее работ мне понравился хочу к ней попасть представлять какая у вас перспектива просто уйти от этих шаблонов но чтобы уйти от шаблонов нужно чтобы своя голова начала работать несколько в более расширенном формате а что такое расширенный формат во первых нужно уйти от позиции стандартных которые у вас по работе на вину как бы уже составлены не будем варьдаст навязаны а просто составлены схемы по которой вы работаете форму вы делаете например вот ну вот так и когда вы видите такую клиентку ну вы как минимум шоке думать что я могу не вообще сделать я не предлагаю она не руками ногами против как я могу ее изменить я бы предложила с ней начать постепенную переделку сказать ей во-первых я вижу ваш образ очень привлекательным мне действительно хотелось бы с вами поработать я бы с большим удовольствием предложила вам какие-то варианты чтобы вы постепенно привыкали и вы в к вы концовке мы с вами придем к какому-то среднему варианту который и вам и мне как мы как профессионалу и вам как носителю собственного образа лица будет действительно а уже нравится она скажет возможно допустим вы подберете правильные слова вы выстроите доверие она скажет да может быть может быть я бы попробовала какой вход во первых нужно постепенно начинать расставлять дальше головки да то есть вернуть их на место и объяснить например давайте мы с вами проанализируем первоначально ваши брови да и ну возьмете там листочек нарисуйте ее брови да там и скажете что в идеале нам нужно прийти вот к таким пропорциям она скажет да вы что я вообще себя не представляю то есть вы можете взять белый карандаш закрасить ей вот эту часть головок да там или тональный карандаш создать какой-то потратить 20-30 минут на консультацию с таким сложным клиентом пообщайтесь и покажите что вы можете сделать помимо того что а у вас вот столб стоит и все вот я работаю вот так и все больше никак и вообще как мне с вами работать то есть это стресс это нервозность это стресс как вообще с этим никак а вот если вы начнете вот какую-то свою персональную профессиональную историю с ней общения то это будет уже выше пилотаж вы будете расти как профессионал никогда 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 вам не помешает опыт который вы наработаете в таких опытах да то есть в такой ситуации похожий похожий другой когда вы видите лицо я вам очень советую вот включайте в себе вот этого вот сумасшедшего стилиста до который смотрит я вижу тебя в зеленой рубашке желтые брюки и вот тут вот шарф вот такую прическу и я тебя так вижу тебе так пойдет вот вот я считаю что нам нужно в каком-то смысле начинать это уже делать потому что но настолько уже скучно становится наша работа что она упирается только вот как бараном рок барана до в столб и стоим и думаем вот как научиться делать эти пудровые брови как научиться их тушевать как мне сделать вот эти брови чтобы они были как вон там вы в этой работе в своей зациклены вы встали вот в определенный фокус и стоите вот просто себя мучаете на самом деле развернитесь вообще уберите все эти аккаунты на которые вы смотрите и с ума сходите я всегда уже стала советовать чтобы двигаться начать нужно начать двигаться в своем направлении потому что пока вы смотрите по странам вы стоите на месте и вот только вот вас разрывает а как двигаться во первых у нас такая женская творческая интересная профессия легкая на самом деле в которой можно действительно себя реализовать проявить и дать другому человеку новую жизнь как старые вещи дать новую жизнь и когда к нам приходят такие клиенты сложные это как раз самые самородки я считаю что нужно изыскивать методы работы с этими людьми сначала первый этап это выстроить доверие подумайте как вы можете выстроить это доверие может быть у вас есть другие процедуры на которые она могла бы прийти она могла бы прийти к вам на другую процедуру вы бы выстроили доверие на основе другой процедуры а потом постепенно 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 ей бы уже на постепенно предлагали вот я вижу ваши брови вот так вот я давайте просто попробуем давайте я вам просто нарисую немножечко немножечко вам рисуем вы нарисуете новую форму а скажет кто это что это это не я давайте я вас сфотографирую вот с этой вот с этим вот рисунком но рисунок должен быть рисунок в который вы создаете для нее, он должен быть максимально натуральным, потому что если вы просто нарисуете вот карандашом, то у вас в результате получится что? Что это будет выглядеть не так, как это в жизни могло бы выглядеть, а вам нужно максимально приблизиться к варианту, как это было бы в жизни. Вот, вы нарисуете, сфотографируйте ее, скажете, вот, максимально закрасьте вот эти лишние головки, там я говорю, либо карандашом белым, да, там может быть телесным карандашом, тональной основой, все это закрасить, потратить время, да, создать ей другую лицо. Как минимум в портфолио у вас уже будет лицо до и после, как вариант предложенного эскиза. Вы уже можете это показывать в своих инстаграмах, да, в своих профессиональных каких-то страницах показывать. Вот такое, пожалуйста, преображение, да, допустим, вы привыкли ходить в своих формах бровей, да, и не можете решиться на новое. Можно сделать пробный эскиз. Пожалуйста, вот вам еще одна мега вообще такая услуга, которая, во-первых, человека сподвигнет хотя бы прийти на этот примерочный эскиз. Я этот примерочный эскиз где-то года 4 назад как такой лайфхак ввела, и ввела его вообще показывала, даже рисовала, ну, как бы пальцем по экрану, показывала фотографию девочки, брала, и рисовала вот так вот эскиз пальцем, и говорю, вот такая вот до, а вот такая вот после. И отправляю ей, например, эту фотографию, картинку. Смотри, вот, если вы владеете фотошопом, конечно, вы можете ее лицо, примерно ей предложить брови, да, вот вам клиентка пишет или звонит, она находится где-то у себя дома, говорит, я хочу к вам на брови. Говорит, прекрасно, пришлите вашу фотографию, желательно без макияжа, ровненько, как на паспорт. Я посмотрю ваше лицо и посмотрю, что мы можем с вами сделать, подробненько вам все скажу, и вы придете уже на процедуру, вот, ну, как консультация, да, или придете, мы с вами примерим форму. То есть придумывайте какие-то совершенно другие новые форматы общения с клиентом. Потому что, поверьте мне, не сегодня-завтра этот мыльный пузырь, который сейчас надувается, 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 конкуренция велика, все работают как-то наравне, одинаково, либо они здесь, либо они здесь. Есть те, которые внизу хотят попасть наверх, которые вверху, они хотят оставаться наверху и никак с этого верха не уходить. Где-то вот исчезла какая-то вот творческая суть нашей работы, поэтому я вам рекомендую, ищите творческие стороны, нестандартные выходы из ситуации, чтобы вдохновляться и чтобы работать как-то по-своему, иметь какой-то свой почерк, наверное, что ли, да, как-то вот, а выделиться, да, а как выделиться? Мы все разные, мы действительно все разные, мастера, женщины, все мы творческие, мы не зря в этой профессии. Каждый из нас может принести какую-то свою, совершенно свой взгляд, по крайней мере, хотя бы на свою работу, да. Может быть, вам удастся придумать что-то невероятное, что заинтересует других ваших коллег. Поэтому я вам очень рекомендую, начинайте работу с клиентом, именно с погружения в этого клиента. Общайтесь с ним, предлагайте ему какие-то примерки, рисуйте. Хорошо, вот вы начали переделывать вот эти брови. Начинаем с того, что сначала предлагаем, она говорит, ну ладно, хорошо, я согласна, только чуть-чуть, 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 хорошо, хорошо, чуть-чуть. Начинаем с того, что немножко убираем отсюда. Но мы не говорим сейчас про татуаж, если бы у нее был вот такой татуаж, как на этой картинке, то, конечно же, это нужно было бы удалять, а удалять это еще сложнее договориться. Поэтому начинаем, если это брови растущие просто, и карандашом она так рисует, ходит. Начинаем просто ей говорить, что давайте договоримся так, что вы этот месяц ходите с бровями на 1 мм дальше, чем они у вас были, то есть чуть-чуть подальше. Следующий второй месяц вы еще на 1 мм убираете, да, то есть вы уже через 2 месяца приходите ко мне, когда у вас на 2 мм они будут подальше. Вот, и мы с вами будем уже рисовать как бы форму и подбирать какой-то вам более-менее вариант. Во-первых, когда они будут чуть-чуть подальше, во-первых, можно нанести градиент слабенький, а потом уже основной цвет раздать еще подальше, уже будет еще мягче смотреться и чуть-чуть пошире, да. Если вы владеете техникой напыления, да, или поверхностного тушевания, или тем более вы умеете комбинировать техники, то вы можете создать очень интересную работу, очень красивую работу. Вот, сейчас я гляну, что у нас тут по вопросам. Так, какое-то такое ощущение, что сейчас в профессию ПМ большинство людей приходит только из-за денег, при этом не имея способности, всем рисуют одни и те же шаблоны. Да, на самом деле в этом вашем сообщении есть правда, и вы сейчас услышали, о чем я вообще говорю. Я вас призываю, давайте, вот кто меня знает, кто ходит на мои эфиры, кто попал на этот эфир сейчас, давайте поймаем вот эту вот прекрасную вообще вот эту идею, давайте начнем просто творить. Перестанем уже смотреть на вот эти шаблоны, от которых, ну, честно сказать, уже начинает подмучивать. Ну, просто, ну, мы знаем, что существует вот эта вот тенденция. Но ей нельзя забивать весь свой профиль. Нельзя. Вот, когда заходишь к какому-то мастеру, понимаешь, что она работает вот в этом стиле, и уже думаешь, господи, ну, сам профиль можно оформить как-то немножко поразнообразнее? Уже смотреть невозможно. Вот они тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. штабелями вот этими вот лежат эти фотки вот эти вот одинаковые брови в дать брови 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 мне кажется даже клиент шарахается ну ну зашел один посмотрел но я не знаю ну я не знаю давайте собирать работы в какие-то кейсы давайте как-то их собирать какие-то альбомы давайте как-то вести свои инстаграмы более разряжена ну давайте будем уходить от этого стиля вот этого вот запихивания фотографий друг за другом, друг на друга, одни брови, одни глаза, одни губы. Вам не кажется, что это уже не в тренде? Может быть, это движение еще не началось, но я по жизни заметила, я чувствую вещи наперед. Я вам рекомендую, меняйте свой стиль оформления уже сейчас, и вы будете первыми, кто начнет, в общем-то, более грамотно и перестанет вот эту слащавость выдавать, и начнет обращать внимание свое больше на другую сторону работы, на другие возможности. Придумывайте какой-то креатив новый, откуда его брать. Я вам советую, креатив можно взять откуда угодно, но я вам советую взять свой креатив, вот пока что из маленького раздела создания форм бровей именно в работе с конкретными кейсами. Вот ищите сложные работы, ищите тонкие брови, анализируйте лицо, определяйте по поводу анализа лица. Опять же, если у вас совсем в этом ноль, вы приходите ко мне на курс, изучите. Опять же, сейчас курс идет каждый 1-15 число, анатомия бровей, где можно изучить мышцы, кости лица, посмотреть, как, в общем-то, укладывается бровь, а ширина ее и ее стиль может быть совершенно любой. Пожалуйста, это уже ваш взгляд, это как вы уже видите человека. Изучайте стили, направления, изучайте типажи лиц. Понимаете, вот, например, давайте сейчас посмотрим. Если мы возьмем с вами определенный типаж, такой вот, да, сейчас я уберу комментарии, минуточку. Ну, девочки, никто пока ничего не писал, сейчас я уберу комментарии. Смотрите, вот такой вот образ. Вот на нее смотришь, на эту девочку, да, красные губы, черные бровки тоненькие, голубые глаза, такие густые реснички, и видно там вот темные волосы, и даже вот можно представить, что у нее там вот такая волна идет, холодная, да, вот как Эдита фон Тис. Это прям вот такой образ у нее лица, что можно сказать, вот она на стиле. Она не в том тренде, который вот этот вот, наши брови, который фэшн, да, широкий. Она совершенно в другом образе. Давайте будем изучать, просто наблюдать. Для этого не нужно идти ни на какие курсы даже. Просто понаблюдайте, потратите свое время на изучение стилей и образов самых даже известных каких-то икон, да, потому что любая икона стиля в любые времена, она уже как вот капсула, по которой можно считать определенный стиль, и всех клиентов можно даже разделить. Вот, например, женщины, вот самые сложные, да, это вот полные женщины с короткой стрижкой, которые вот стрижку делали с химией, да, наверху. Но сейчас, если они химию не делают, то короткая стрижка осталась. И вот она такая вот здесь вот подушка, постриженная. Ну, как бы вот, ну, нет, нет, вроде бы вот прической стрижкой, потому что это много, уже очень много в образе, да. То есть какой образ у человека, как вот, как можно его увидеть и сказать, вот вам пойдет. И когда смотришь на женщину, как я говорю, там, тетя Маша, тетя Лена, со стриженными волосами, думаешь, ну, все, ну, я не знаю, как ее можно преобразить. То есть представьте, что вы стилисты. Какой стильный образ, да, вот таких полнушек, полненькие женщины есть, у которых там конкретная, например, стрижка. Можно работать со стилистом. Если у вас в городе есть хороший парикмахер, есть хороший стилист, нужно вместе работать, нужно общаться и говорить, смотри, давай, сделаем с тобой пару-тройку кейсов вместе, да. Я сделаю, например, там, брови, глаза, губы, а ты, например, переведешь ее в другой цвет волос, да, и предложишь ей другую стрижку. Ну, это вот сейчас я так рассказываю. Я все-таки думаю, что это для таких мастеров, для таких людей, которые непосредственно хотели бы развивать какие-нибудь интересные проекты, помимо того, что сидеть и бить эти брови на кушетке, да. Но чтобы это делать, нужно быть творческим человеком. Поэтому, если даже у вас творчества не хватает, эти идеи можно черпать, вдохновляться, ну, как минимум сейчас у меня, да. Поэтому делайте себе пометочку, что из того, что вы сегодня услышите, да, уже услышали. Вам нравится, и вы бы хотели это попробовать. Это не то, что вот прям вот берите, идите и делайте, да, ну, наверняка какие-то ключевые слова вы услышали, скажете, блин, а вот точно, а как здорово, я бы, наверное, хотела вот так вот попробовать. Попробуйте. Что еще интересного можно было бы делать? Вот просто сфокусируйтесь пока на работе с формой. Вы же знаете, как много дает форма бровян, да. Брови, форма бровей лицу у человека дает так много. Просто вы можете на этом уже огромную вообще пласт сделать работу. Совершенно новых работ, совершенно радующих глазу. Но здесь остается третья составляющая. Хороший товар, хорошую работу нужно уметь подать. А это фотография. Это, во-первых, хорошая фотография, это всегда хороший свет, да, и как минимум телефон, на который можно фотографировать. Прекрасно фотографируют Самсунги. И остается последний момент, как сфотографировать то, что я сделала, да. Ну, понятно, что вы можете сделать что угодно, но если вы действительно какой-то соорудили вообще кейсы, да, там с нуля пришли и сделали вот такой результат, перевели эту девочку вот из таких бровей вот в такие, да, или нашли какую-нибудь полненькую девочку, такой полуподросток, полудевушку уже такую, да, и вот она уже хочет вроде бы себе что-то сделать, и вы ей супер-супер натуральные какие-то бровки нарисовали, сделали там какую-то макро вообще ресничку, да, там биозавивку ресниц, поработали, например, с лэшмейкером, да, вместе в коннекте, и сделали кейс такой, что у вас, например, вот именно преображение за счет до, без макияжа, без вообще всего, и после, да, там пудровое напыление бровей, зажившая работа с межресничкой и биозавивка ресниц, да, там ботокс ресниц, то есть видно сразу, что свежий молодой образ, да, преображение явное, супер натуральный результат, вот, вот вы, пожалуйста, кейс собрали, выставили его в инстаграм, зачем сидеть и долбить, извините меня, эти брови одинаковые, совершенно одинаковые, и друг на друга их клепать, как яички в этой, в этом, в яичках, как кассету яиц покупаешь, и там вот все яички одинаковые, вот сейчас так выглядят наши инстаграмы, я на них ходила, смотрела, ходила, смотрела, но мне совершенно некогда было, а вот сегодня просто у меня такое вдохновение пришло, я думаю, а пойду-ка я скажу, о чем я думала, и может быть кому-то из вас эти идеи, эти мысли принесут совершенно новый виток развития в профессии, потому что профессиональное выгорание, оно происходит не только от того, что вы умеете, делаете и знаете, а еще и от того, что вы не достигаете, вы, например, делаете, 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 а у вас масса причин того, чтобы не получить результат, который вы все ждете, ждете, ждете. А давайте просто развернемся в другую сторону и попробуем просто кардинально иначе делать что-то, да, другое, не то, что из своей профессии уходить, а просто что-то другое, придумывать проект в проекте, да, я вообще такой, ну, человек, я себя считаю генератор идей вообще, у меня там вечно проект в проекте, на проекте, и у меня даже не хватает времени все это реализовать, поэтому я поняла, что, а почему бы не мне не делиться с вами своими мыслями о каких-то возможных идеях, проектах, возможно, что они быстрее через вас уйдут в жизнь, чем я буду их хранить там где-то в закоулках своего мозга, вот, они у меня там будут храниться, и в итоге там же будут и погибать, потому что времени у меня не хватает на их реализацию, вот, а может быть, кому-то из вас это будет вообще, ну, как раз то, что нужно. Всем спасибо большущие, 26 секунд, 25, надеюсь, я ничего важного от вас не пропустила, всем спокойной ночи, спасибо, что зашли, очень круто, мне приятно.